Ребята, всем привет! Я не знаю, как я выгляжу, мне кажется, у меня уже весь мейк смылся, пока я вышла из дома, да даже дома, как только накрасилась, очень жарко. Ох, у меня сегодня сложный день, потому что, вы представляете, рассказываю, вот прям по секрету всему свету, у меня была задержка три дня. Ну, вы поняли, о чем я, да? Да, была задержка, и, ну, как бы я не думала о том, что я беременна, хотя мы уже начали прикалываться, я, Корень, говорю, прикинь, а что если? Ну, в общем, у меня просто обычно все как по часам работает, день в день, вот просто минута в минуту, но раз в год бывает такое, что там может быть задержка на неделю, аж там, знаете, на пять дней, там на четыре, ну, короче, такая фигня. Но в основном обычно, типа, день в день, либо на день раньше, на день позже, и тут как бы один день, второй день, третий, а у меня-то все по плану, все расписано, все по часам. Я знаю, когда у меня дела придут, когда закончатся, когда я могу пойти на лазерную эпиляцию, когда я не могу пойти на лазерную эпиляцию, в общем, все у меня очень четко по жизни должно быть, есть. Вот, и, короче говоря, вот эта вот задержка ли? Я думаю, ну, твою мать, ну, когда уже? Я вчера их ждала позавчера, ничего не происходит, думаю, ну, ладно, все, беременна. После моего предыдущего видео вы знаете, что мы детей сейчас не планируем, поэтому я сейчас еду за Кариной, а, ну, и продолжаю свою историю, что обычно люди просыпаются, там, утром пьют стакан воды, а я просыпалась сегодня и пила стакан с обезболивающим. Кстати, расскажу даже, мне единственное, что помогает, у меня действительно бывают очень сильные боли в этот ответственный момент, и мне единственное, что помогает, это намесил, или не месил, не помню, как правильно называется, но вот это единственное, то есть никакие ножки, там, м-м-м, че? Вот это все, это не моя история, спазмолгон тоже мне не помогает от этих болей, хотя спазмолгон, в принципе, ну, я не то, что там рекламирую, рекомендую, я просто рассказываю то, что мне помогает, когда часто я спазмолгон могу выпить от башки, вот это единственное, наверное, единственные таблетки, которые присутствуют в моей жизни, это порошочек на месил обезболивающий и спазмолгон, таблеточка, когда болит башка, например, все, я больше никакие таблетки не пью, ну, слава богу, да, там, я имею в виду, конечно, если вдруг заболеешь, там, че-то такое, понятно, выпишь, но так нет, ну, и, короче, просыпаюсь. Суть в том, что если я не успею выпить вовремя обезболивающее, есть вероятность, что у меня даже, ну, меня даже вырвать может вот такие вот боли у меня бывают, представляете, не знаю, напишите в комментарии, девчонки, я никогда этим ни с кем не делилась, только вот с подружками, в жизни, в интернете никогда такое не рассказывано, у меня действительно бывают ужасные просто боли, я не знаю, я уже жду, когда я рожу, скотина такая, чтобы этих болей не было, потому что, знаете, вот эти истории, ну, когда родишь, все пройдет, родишь, прыщи пройдут, родишь, похудеешь, родишь, умный станешь, родишь, там, нос у тебя маленький станет, все, короче, произойдет от того, что ты родишь, поэтому жду. Ну, нет, конечно, есть такая фигня, что после первых родов, типа, у тебя там эти каналы распрямляются, выпрямляются, ну, вроде как я слышала такую фигню, и, типа, боли не такие сильные. Я ненавижу, когда вот у меня вот так вот приходят дела в тот момент, когда мне нужно куда-то ехать за рулем, когда у меня ответственный день, когда я еду куда-то, ну, вот, в принципе, вообще куда-то еду, а не то, что дома сижу, потому что вчера-позавчера я дома сидела, ну, как дома сидела, там только за продуктами, может, погулять собачка, но это не то, все равно я, как бы, было бы лучше, если бы все это пришло вчера, но, к сожалению, не я решаю. Вот, так что жду Карину, у меня причесон так себе, я, в общем, не так планировала, у меня, вообще-то, распущенные волосы должны быть, вон, кстати, и Карина идет, но из-за того, что было очень жарко на улице, мне пришлось сделать хвостик. Взяла с собой расчесочку, попозже покажу вам свой лук, мы с Криной планируем погулять, так что сегодня суббота, поэтому сегодня мы не опоздаем на педикюр. А вот и братка мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вода. Спасибо. И абрикосы, Арнам, скидан на дорожку. Ваааай. Так что, короче, вот, рассказывала им, как началось мое утро, не со стакана воды, а со стакана обезболивающего. У тебя хотя бы есть цикл. Брат, и у тебя будет. Как твое утро? Мое утро шикарное, я себе такие авокадо-тосты сегодня сделала, вот прям идеально по всем параметрам, и поэтому очень счастлива. Крутяк. Здорово, то есть ты потратила час на то, чтобы приготовить себе офигенский завтрак, а я весь этот час сидела, закрашивала свои неровности. Я, на самом деле, очень проблематичный человек в этом плане. Мне очень важно поесть утром, причем поесть то, что я люблю. А я люблю авокадо-тосты, панкейки, кашу, которая достаточно тоже долго делается. Вот, поэтому для меня это больше в приоритете, чем собраться. Для Юли собраться. Да? Ну да. Ну, блин, просто мне дольше краситься все-таки. Ну, мне так кажется. Не знаю, правда. Ну, у меня рекорд полноценного макияжа за 7 минут. Ну, я так не могу. Точнее, я люблю, когда я могу долго краситься. Я не люблю торопиться. Я так же с едой. Да, ударила. Ну, ничего. Пожалуйста. Я вообще совсем так. Мне нужно для нормальной морнинг-рутин полноценный, без спешки. Пусть будет так. Три часа. Это что? На что? На полностью утреннюю рутину. От проснуться, открыть глаза, до выйти из дома. Ну, вот, кстати... Это чтоб с кайфом именно. Ну, понятно. Вот ты как, например? Ты просыпаешься и сразу встаешь с кровати, да? Или ты лежишь какое-то время в кровати, там, сидишь в телефоне, ну, лежа, лежишь в телефоне. По-разному. Ну, что-то такое. Просто, вот, например, у меня как? Если я проснулась, я не могу лежать в кровати. Не могу. Именно либо я сплю, либо я не сплю. Ну, то есть я не лежу в кровати вот так вот, когда я просыпаюсь, и могу еще полчаса-час там, если не больше, лежать. Вот, например, слава такой. Для меня это всегда непонятно, типа, как тебе не скучно, как тебе не хочется пойти в туалет, умыться, я не знаю, уже попить кофе. Просто у меня вот это вот, мне хочется проснуться, скорее сделать себе кофе. Покупать кофе, ну, короче, не знаю, типа. Вот это ты разоткай, я не знаю, мне пофиг, я не знаю. Короче, my morning routine, понял? Мне кажется, если бы я снимала... Точно, это вот эти версии, знаешь, я просыпаюсь, пью, делаю патчи. Да, да, да. И моя версия. Good morning, good morning. Я просыпаюсь с белыми точками на лице, потому что я замазываю все свои болячки, воспаления, чтобы на утро их не было. Я всегда просыпаюсь очень красивая, в кавычках. Вот, и особенно это жестко, когда приходит курьер. Даже несколько раз было, что курьеры поржали, когда меня увидели. Я думаю, ну вот, конечно, это же так смешно. Вот опять такая ситуация, когда я бы уже была вот там. Да. То, что мы с тобой говорили. Но это не подлезание, ты просто тупишь немножко. Я тебе говорю, на этом ряду всегда второй ряд. Блин, всегда второй ряд капнула. Посмотрим. С лунями. С луной. Да, мы с Кариной разные. Вот, например, я стою в том ряду, из которого поворачиваю все. Так с этого тоже поворачиваю. С этого тоже все поворачиваю, но там типа на дороге написано стрелочка вперед. Я туда тоже стою. Просто иногда я туплю, и иногда я туплю. В принципе, я тоже иногда туплю, особенно когда на влог говоришь, нету возможности маневрировать. Типа я знаю просто дорогу, я слежу за дорогой, но именно туплю в том плане, что вот надо было перестроиться, чтобы быстрее проехать. Вот в этом плане, а не то, что мы там забиваем на дорогу, и вообще пофиг. Я просто в ярости, потому что у меня пятно на штанах, у меня пятно на вот кофточке. Может, это масло от Али? Это, скорее всего, масло от того, что я сейчас делала омлет. Это я испачкала, когда только мерила эту кофточку. Это было давненько, ну как давненько. Ну, короче, я просто решила сделать вид, что я не вижу этого пятна. Но вот это... Забей на фотках от фотошопа. Да я знаю, я поэтому думаю, пофиг. Я думаю, если кто-то и... У меня как бывает? Бывает, что я хочу очень сильно надеть вещь, но я вижу, что там есть маленькое пятнышко. Но пятнышко не такое, типа грязь какая-то, а вот именно вот случайно черканула помадой, пока надевала. И меня это бесит, расстраивает, но я понимаю, что я хочу надеть эту кофту сегодня. Хочу в ней пофоткаться. И психологически мне сложно с этим согласиться надеть, потому что я вижу, что пятно, и я буду чувствовать себя неряхой. Но я всегда в такие моменты в своей голове делаю вид, что я не заметила этого пятна. И если вдруг кто-то мне скажет, ой, типа вы тут испачкались, я такая... Оважаю! Это еще вариант попробовать себя актрисой. Да, или можно еще, если тебя так спросят, ой, типа, две минуты назад сделала. Ой, да, да, так неудобно. Или ты, типа, тебя спросят, можешь сказать, ой, знаете, вот умывалась сейчас, водичкой капнула, а он же с тобой недолго, он же не знает, что это масло, что ты омлет сжарила. Да, жаль, что вот останется тебе там у меня масляный след. Что-то в последнее время я такая неряха. Я по жизни такая. Не, я недавно, мне привезли лосины классные, вот из этого магазина, в котором топики я сейчас... У меня, кстати, очень многие спрашивают про вот эти топики, но потом расскажу, в инстаграме будет пост. И мне привезли офигенские лосины с комплект. Я в этот же день, я в них ходила, ну, класс, класс, буду фоткаться в этом, гулять. В этот же день от хачапури маслом случайно каплю, да. Я их постирала, не знаю, они, наверное, уже высохли, я сегодня не посмотрела, там есть пятно или нет, но... Оск, знаешь, что делать, когда маслом капает соль? Я не знаю такое, но никогда не делаю. Я не знаю, это работает или нет, но он делает всегда. Хотя он редко пачкается. Да я тоже, на самом деле, редко пачкаюсь. Так что вот, короче, ладно, мы едем. Мы не опаздываем, у тебя зарядка садится. У меня есть еще аккумулятор. О, слава богу. Да, это было бы классно. Мы приехали, не опоздали, даже есть время постоять, пожевать абрикосы, это же абрикос. Вспоминай. Я всегда думала, что это персики. Нет, это абрикос. Нет, ну не всегда, ну, вот такого-то времени. А потом, когда я узнала, что персики это те, которые больше, типа, другого цвета, я такая, чё, это же выглядит. Персики, билые. Педикюр. Той, маска, э. Так, ребят, мы уже в салоне, делаем педикюрчики. Карине будут делать еще также маникюрчик. А еще, представляете, Карина будет делать красный педикюр, я так рада. Слушайте, я всегда делаю красные ногти на ногах. Теперь я очень счастлива, что она сделает тоже. Моя любимая подружка, ей так хорошо будет. Я сидела, смотрела вторую часть видео, как Алена Веном рожала. С первого видео, мне кажется, плохие все. Но второе тоже очень милое. Ребята, мы закончили маникюрчик, я педикюрчик, Карина маникюрчик, педикюрчик, я в шоке. Я так радуюсь, она сделает себе красные ногти и там, и там. Да, Юля очень давно этого хотела. Я люблю больше бежевый, что-нибудь такое. Да, я всегда хочу, чтобы моя подружка поэкспериментировала, с цветами поигралась. И, поскольку я уже говорила, что я на ногах люблю красный педик. Безумно приятно, конечно же, и она передала мне портрет. Мы с ней договорились о встрече. На улице, конечно, жарко, но, в принципе, мне норм. Несмотря на то, что у меня одна часть тела закрыта. Тут классно, мне кажется, я тут никогда так не гуляла даже. На самом деле, я рада, что мы с тобой, ну вообще, что я гуляю, что я вижу Москву, что мы заходим в переулочки, в улочки, и я такая, офигеть, это здесь находится? Я в шоке, типа, и, ну, больше узнаёшь Москву, становишься местным. Ну да, обожаю родиться в Москве и только к 22 годам становиться местным. Скажи, здесь девушка, у меня супа. Хорошо. Раньше мне не нравилось тепло, я думала, что за типая сумка. Ты увидела все длина? Да, очень красиво. Видела. Очень классно. Скло леопардового цвета. Но она не вся леопардовая, она с такими... Очень классно. Я посмотрю. Я Карине говорю, типа, посмотри сумка белая, девушка в белом, посмотри. Ну да, после того, как я купила себе первую брендовую сумку, я начала больше на это обращать внимание. Что? Вот большой. Еще непонятно, сядем ли мы туда. Выглядит классно. Бегу-бегу. Так что вот сейчас попробуем тут сесть. Квадратные. На самом деле я больше не люблю квадратную форму, а не то, что у меня было в этой гидаре. Так что я безумно это порадо и не оставать меня добавлю. Все-таки мы сели на веранночку. Здесь очень красиво, очень уютненько. Сейчас покушаем. Конечно, из-за того, что этот ресторан находится рядом с суммом, цены тут хорошие такие. Вот, но, в принципе, я могу себе это позволить. Я могу себе позволить котлету, блин, за тысячу четыреста. Да, ты представляешь? Короче, я просто, честно говоря, я не люблю столько платить за еду, потому что я знаю, что я могу поесть намного дешевле. Платят за атмосферу. Да, я сейчас плачу за то, что я сижу на веранде в центре, тут красиво, и мне пишут смс-ки. Так, ребят, посмотрите, какую огромную тарелку мне принесли. Это знаете, как в этих шикарных ресторанах, где огромная тарелка и вот такая маленькая пюрешка лежит. Ну нет, тут, конечно, не так. Блюдо тоже такое нормальное, котлетка такая хорошая, прям взяла по-киевски котлеточку, пюрешечку, макароны и что-то там еще ей потом принесут. Она заказала, не помню. В общем, сейчас буду пробовать. Думаю, что это будет очень вкусно, потому что выглядит очень аппетитно. Подожди, а это что? Лук? Или это типа картошка? Я думаю, что это лук, но по вкусу как картошка. Кстати, надо рассказать, что на наших глазах развернулась история, что девочкам за соседнем столике... Забыла, как говорить. Очень сложно. Типа, от другого заседнего столика, кафе, кафе, господи, какой-то напиток хотели подогнать, типа угостить, бокалом чего-то там. Да, первый раз такое на моих глазах было, слава богу, не на, потому что я в такие моменты начинаю нервничать, чем я их никогда не было, и слава богу, я бы знаю себя, я бы нервничала. Потому что, типа, отстанцы от меня. Ну, я не знаю, как к такому относиться, и просто это как, знаешь, принять цветы. Если ты принимаешь цветы, значит, ты человеку даёшь там надежду и шанс на то, что вы с ним будете там гулять вместе, ещё что-то, знаешь. Ну, типа, он может подсесть, и вы будете разговаривать, вот это вот. Он потом и подсел, хотя она отказалась. Да? Но она же отказалась, нет? Я не слышала, я не помню, но я... По-моему, она не сказала, типа, а, Даня, неси! Ты что? Просто хотела сэкономить время, таксист, умный. Вот. Ну, я не знаю, наверное, я бы тоже отказалась, если бы мне предложили. Ну, не то, что наверное. Ну, во-первых, начнём с того, что по 45 лет где-то. Ну, да. Во-вторых, у тебя есть парень. Ну, я считаю, что принять что-то от какого-то столика, даже если ты хочешь это бесплатно попить или поесть, это жест, отвечающий за да, я готова с тобой вести общение. Ну, ведь бывают же ситуации, когда, не знаю, допустим, пусть это будут не старики какие-то, да, а просто молодые парни, которые просто хотят тебе сделать комплимент, вместо того, чтобы просто... Ну, конечно, просто хотят сделать тебе комплимент, чтобы тебе сделать вот приятное в этот солнечный день. Ну, например, он не собирается там со мной мутить, там что-то такое, да, просто вместо того, чтобы сказать, типа, там, девушка такая красивая, он, например, хочет подогнать мне коктейльчик какой-то, ну, я не знаю, я бы отказалась. Нет, это милый жест, если вы оба, типа, в теории могли бы друг другу понравиться, там, одному возраста, не знаю, по вкусу друг другу подходите, и вы свободны. Это хороший жест для того, чтобы начать, так скажем, встречаться. Ну, в принципе, знакомство, так можно познакомиться, опять же-таки, поэтому, когда у тебя есть парень, ну, ни о каких, как бы, коктейльчиках спасибо, не надо. Да, но, знаете, на самом деле, многие девушки ходят в рестораны в такие богатские, центральные, как раз для того, чтобы такие папиков цеплять. Заказывать себе воду, заказывать себе воду и сидеть. Поэтому, может быть, она этого хотела, я просто с краем уха слышала, там, что она говорила, мне показалось, что она, типа, отказалась, хотя потом он к ней подсел. Ну, короче, не суть, типа, я не осуждаю таких девушек, потому что, ну, каждый живет как хочет. Каждый крутится как может. Реально, если кому-то нравится, ну, просто быть с папиком, то это абсолютно адекватное решение, ну, типа, каждой взрослой женщины. Просто кому-то это не подходит, кому-то это подходит. То есть нет такого, что, фу, она приняла его бокал. Ну, с другой стороны, понимаешь, отношение, типа, к папикам. Ты можешь, например, быть с богатым человеком, который старше тебя, но при этом не зависеть от него, например. Да, он делает тебе подарки, но, ну, допустим, просто папик, это, ну, типа, считается, что? Тупое слово. Папик, ну да, ну, это же тот, кто тебя содержит по итогу. Да, но почему ты не можешь, например, быть с человеком, который тебя содержит, но при этом и сама тоже, допустим, работать? Это все равно считается, типа, с папиком, но при этом ты сама там не сидишь на шее. Ну, к примеру, девушка зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц на своей работе, а ее папик зарабатывает 300 миллионов в месяц, и он дает ей все, все ее нужды, а она на свои деньги там делает тоже, что хочет. Значит, это отчасти можно сказать, что она содержится, но это, да блин, на самом деле, если что, мы никого, ой, извини, никого не осуждаем, реально. Но мы просто размышляем, думаем. Да, насчет того, содержание это или нет. Ну, я не знаю, но по сути она, но это все равно а-ля содержание. То есть он дает ей более богатую жизнь и больше возможностей. Ну, с другой, так можно про всех говорить, кто больше тебя зарабатывает, про всех мужчин в стране там или женщин, которые зарабатывают больше там своего партнера и в какой-то степени содержат, даже если это не миллионы. Да, даже если нет чувств у женщины и мужчины. Кстати, вот чувства... Ну, это не знаю уже. Да нет, я... Ну, это я не про себя говорю, я говорю, что я не буду осуждать женщину, если она... Нет, я тоже не осуждаю, мне пофиг, мне вообще очень жалко таких людей. Я могу над этим чуть-чуть поугарать внутри, типа, зачем ты это делаешь? Но не так, что типа, фу, блин, ты мне неприятная, я с тобой общаться не буду, потому что я считаю, что каждый имеет право выбирать, что она хочет. Я скажу так, мне очень жаль там девушек и даже бывают мужчин, которые в отношениях из-за денег, а не потому что они любят человека. Но если им это в кайф, например, кому-то в жизни вообще любовь не нужна, им нужны только деньги и хорошие там поездки. Ну, вот бывают такие люди, я почти в этом уверена. Но мне им жаль, потому что деньги это не самое главное в жизни, и если выбирать деньги или, ну, реально любовь, то я выберу любовь, не знаю, потому что... Не, любовь это прекрасно. Да. Не, я с тобой согласна, если что. Поэтому просто хочу сказать, что любовь это очень важно, что я сейчас просто хотела, ну, защитить всех женщин, не важно, кто что выбирает. Но при этом я, конечно, для себя лично выбираю то, что ближе мне, а это то, чего на данный момент хочу я. То есть любви и при этом какой-то комфортной жизни. Вот. То есть я бы никогда не смогла, как эти девушки, принять там подарок, начать что-то это самое, и по жизни всегда была такой. В общем, мы приехали ко мне домой для того, чтобы поработать. Сейчас полежим. А, ну, у нас такая работа, что мы можем делать её лёжа. Просто нам нужно... Ну, вот они... Наши руки, наши телефоны и наш мозг, потому что это всё здесь и здесь. Мы работаем сегодня весь вечер над нашим проектом. Поздравьте нас. Я думаю, что через неделю-две они уже всё узнают. Недолго ждать, мои хорошие. А ещё я просто хочу лежать. Вчера я смотрела какое-то видео со Славой, ну, просто смотрела на Ютюбе что-то там, какие-то старые видосики, по чуть-чуть так просто, и она услышала его голос и подобежала к телефону и начала тыкать носиком. Туда. Очень мило. Где мой папа? А я и говорю, приедет твой папа, иди сюда. Мамина рыбка. Поехали. Маме. Музыка. 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 Уау. Такой вот переходик Только что вы видели, как мы с Кариной валялись На кровати у меня дома, а сейчас мы уже У нее дома Взяли с собой Вивочку В общем, дело в том, что мне просто Нужно было отвезти Карину домой, поскольку Мы ездили на моей машине, и мы решили Поехать у нее потусить Потом я поеду снова у себя потусуюсь И захватили Вивочку, поскольку Славы дома нет, он уехал на дачу на пару дней Вот, и мне не хочется Оставлять мою пусечку одну Кстати, забыла вам рассказать Я уверена на 100% вас всех волнует Будем ли мы брать вторую собаку В общем Немного подумав Послушать мнение друзей Близких, знакомых Родителей друзей Мы приняли решение, точнее Я отступилась и сказала Ок Короче говоря, мы решили не брать вторую собаку И как я это Для себя решила Когда мы были на даче Вива постоянно находилась на улице Поскольку Насколько вы знаете У моей мамы тоже есть собака Мини-бультерьер И мы не выпускаем их вместе Потому что Муля Мини-бультерьер Очень хочет играться с Вивой Вива очень боится И дело даже не в том, что она боится А в том, что Муля Мини-бультерьер Мамина собака Достаточно мощная собачка По сравнению с нашей Вивой Она не Какая-то мощная Среди своих пород Таких же собак Как она Но для нашей Вивочки Она, конечно Мощная собачка Надеюсь, понятно Объяснила И никаких собачек Не задела и не обидела Вот И поэтому мы как бы не выпускаем Потому что я всегда переживаю А когда Муля видит Виву Она сразу бежит к ней Со своими Мощными руками Обниматься Играться И у меня всегда страх Что она просто Может даже ей наступить На лапу своей лапы И тогда Виве будет очень больно Я как мать Очень сильно ругаюсь Когда Ну все знают Что Вива на улице И кто-то случайно Открывает дверь Например Выбегает Муля И я очень такое не люблю Я очень злая В такие моменты Начинаю все Рвать и метать И говорить Зачем вы открываете дверь Вы же знаете Что Муля выйдет И начнет жрать Мою собаку Она и не жрет Это просто Я начинаю Преувеличивать немножко Ну и в общем После всех вот этих моментов Я подумала Что я с ума Сойду бегать Ловить двух собак Плюс ко всему Виве по-моему Нормально одно Я честно говоря Не совсем до конца Понимаю ее желание Нужно просто с ней Почаще выходить В общем мы решили Отступиться Слава рад Он изначально Ну типа ему достаточно Одной собаки Ну мне в принципе тоже Меня устраивает Моя жизнь сейчас Но я просто думаю Про Виву постоянно Типа блин Да Что ты можешь купить собаку Новую Когда у тебя уже появятся дети И это будет как бы собака Их детство Поцелуй мамочку Лучше покажи Какое у меня богатство есть Карина как истинная армянка Давай типа я на рынок пришла Ела когда-нибудь в духовке Ела в Ереване Мытая? Да А ты прям вот этой палочкой ешь? Да Как попкорн Просто их лень вытаскивать Смотри, она мне потом задрищечет все Пусть просто полизет Она может и не будет Я арбуз предлагала Не захотела Даешь, Вик Ты моя Китти Посмотрите, как ее подстригли Смешно, коротко очень, да? Мне очень нравится ее стрижка Правда? Ага Почему? Ну, нравится просто Разве тебе не нравится, когда собачка такая волосатенькая, пушистенькая? Ну что? Что, мой малыш? Тебе надо на ручки взять Мама может Рассказывала сегодня Карине И мне стало интересно рассказать об этом вам У меня есть какая-то аллергия на некоторые фрукты Особенно у меня это всегда проявляется на яблоке Когда я ем яблоко, у меня губа где-то здесь, здесь, неважно Прям вот, ну я не знаю, как аллергическая какая-то реакция Она, типа, надувается Знаешь, что? Я не знаю, что это Ты можешь, когда будешь давать анализ Ты же помнишь, хотела? Да Добавить анализы на аллергены И тебе там скажут, типа, на что у тебя аллергия Я просто знаю, что на многие фрукты у меня такая аллергия Вот сейчас я съела вот это, у меня сейчас кисло на небе Ужас, как вы живете с аллергиями? Тяжко Не, мне на самом деле пофиг Ну, я просто не такой фанат вот таких фруктов Я фанат других фруктов Мне нравятся арбузы На них у меня нет вообще никаких аллергий Мне нравится виноград Тоже все окей Вот я сейчас чувствую, у меня губа Прям как будто бы покалывание в губе Очень странно А вчера я ела черешню И у меня губа так надулась в одном месте причем Ну, не сильно Но я прям дотрагиваюсь И как будто бы там шарик твердый Я не знаю, ребят, напишите, есть у кого-то такое или нет Конечно, там спустя какое-то время это проходит достаточно быстро Это не вызывает у меня там каких-то очень неприятных ощущений дискомфорта сильного Но просто, ну, странно Я постоянно вот так вот делаю Потому что мне не нравится то, что что-то я такое чувствую Мандарины люблю Сегодня мне должны привезти костюм Белый, спортивный Который мне должны были привезти уже очень давно Но курьер очень странный То он типа не может до меня дозвониться То он перепутал меня с кем-то В общем, и решил не привозить мне мою посылку В общем, забавный чувак такой Позвонил, говорит, что сегодня привезет Часа через полтора или что-то в этом духе Я говорю, отлично Мне нужен скрин Подружки А тебе вторая? Конечно Кстати, на абрикос у меня тоже сегодня была Эту я не буду брать Она положила так, типа, бери Нет, нет Ой, холодно Тихо В чем прикол? Холодно, да Нам не пять лет Да Нам семь Вива, можно черешинку так просто сунуть Представляешь, если бы у нее вместо носика была черешинка Тогда бы я ее точно схавала бы Вива, ты просто чудесная девочка Вива не целуется с кем попала Итак, ребят, мы с Вивой уже приехали домой Потому что время уже не детское Я хочу вам показать Сегодняшний мой подарок Я вам рассказывала про девочку Карину Которая подарила мне портрет Смотрите, какая красота Мне так нравится Спасибо большое Вот, кстати, Карина Кто не в курсе Тут у меня есть еще одна картина, которую подарила мне Карина И теперь у меня их будет две Надо только придумать, куда ее поставить Я очень рада, что такая цветовая гамма Она прям идеальна Мне очень нравится, правда Мне наконец-таки прислали костюм долгожданный из Иона Мы с Вивой всегда вместе смотрим Подарочки Кстати, вот этот комплект просто афигенский Я на днях выставлю в нем еще фотку Это тоже из Elastic Store магазин Откуда вот это мой белый топик был сегодня на одно плечо Это тоже оттуда И знаете что? Я просто, мне хочется плакать Потому что в первый же день я надела этот костюм И испачкала его маслом От хачапури я вам рассказывала И пятно не отстиралось, представляете? Я не знаю, я все равно буду в нем ходить Может быть отнесу химчистку, не знаю Короче, грустно Вы, наверное, думаете, зачем мне летом такие костюмы? Блин, да какого фига он офигенский Я его сейчас прям померяю Вы готовы? Та-дам! Я мечтала о белом костюме Вот правда, мне его очень нравится Вот так вот это все выглядит Вот так вот Офигенные штанишки Погладить его И вообще просто пушка будет, мне кажется Какая-то надпись Loving the world Я выгляжу немножко такой потрепанной Потому что за весь день уже косметика смылась Где-то я сидела, ковыряла болячки Это мое любимое Болосы потрепались Но что поделать Я сейчас вообще хочу нафиг смыть всю косметику И, ну, прибрать дома Не знаю То, что я набросала сегодня Хочу еще сделать одну стирку Посижу, попытаюсь Попробую отстирать пятно Не знаю Попробую, может быть, солью Как говорила Карина тоже Я, в принципе, об этом знаю Но как-то я это не практиковала Вот, подумаю, куда бы поставить мне этот красивый портрет Красота, да Мне так нравится Вот, ребят, напишите, пожалуйста Нравятся ли вам мои влоги Я очень расстроена, что за этот месяц у меня было мало видео И меня это прям бесит Потому что, когда мало снимаешь Мне кажется, немножко теряется коннект Может, и со мной быть не согласна И я буду очень рада Потому что я всегда переживаю потерять связь с аудиторией Но мне кажется, что, ну, это невозможно у нас Все равно, даже если я не выпускаю влоги Я все равно активна в Инстаграме Хотя бывают дни, когда я не очень активна, конечно же Например, когда был день рождения моей мамы Я вообще в интернет почти не выходила Потому что мне хотелось проводить время с семьей Отмечать, кайфовать, готовиться к гнюхе Но я думаю, вы понимаете Вчера, представляете, что я делала? Дела мясо с гречкой Единственное блюдо, которое я умею готовить Это вранье Это не единственное блюдо, которое умею готовить Просто, ну, меня любят так написать Типа, задеть меня Кстати, по поводу комментариев под моим видео Тема, выпуск 3 Вот, кстати, комментарии тоже были очень интересные Мне очень нравится, что у меня с аудиторией Ну, много похожего, да Много одинаковых мыслей Я ни в коем случае не за ранее серьезные отношения Будем называть это так Я не за это Потому что человек может просто реально Мозгами не допирать И думать то, что О, все, мы поженимся Любовь навсегда На всю жизнь Погнали! Я же никого, ничего, ни на что не наставляю Я считаю, что чем позже, тем лучше Знаете, что мне сказала моя мама? Это вообще взрыв мозга То, что мне моя мама сказала Я считаю, что это гениально Это просто гениально Это прям можно сказать Вот, мне кажется, каждому ребенку Чтобы обезопасить его Типа от раннего Ну, вы поняли Это как я помню Может быть, я ошибаюсь Но у меня это в голове осталось Надо будет у нее переспросить Но она мне сказала что-то такое Что, типа, если рано это сделать То грудь не будет расти Когда она мне это сказала У меня просто перед глазами пелена Такая, все, не подходите ко мне Мне нужна грудь Я как сумасшедшая в этом белом костюме Ну, короче, вот Мне моя мама такое сказала Это как я помню по моей памяти И я подумала Ну, все, никаких вообще Не то, что там мальчиков Но просто максимально поздно Насколько это возможно Но просто бывают ситуации Что ты влюбляешься в человека И почему нет Я считаю, что Ну, типа, у меня просто такое отношение Типа, чего ждать, если ты любишь Чего, кого ждать Но, опять же-таки, есть разумные какие-то пределы Да, ну, раньше которых нежелательно это делать Потому что ты можешь ошибиться Просто в силу своей неопытности Честно Всем безумно интересно После этого моего видео Предыдущего стало Во сколько лет я стала девушкой Ну, вы поняли, что я имею в виду, да? Скажем так, серьезные отношения У меня начались И какая у меня половая конституция Я с этого ору Не знаю, с одной стороны Мне хочется рассказать Во сколько, да? Ну, про половую конституцию Я вам рассказывать не буду Вообще, у меня есть такое наблюдение В моей жизни Что мне, честно сказать, кажется Что некоторые люди этим занимаются Просто от безделия Потому что Когда ты работаешь много Пашешь Ну, реально, как лошадь У тебя каждый твой день Чем-то забит, занят Ну, типа, у тебя не то, чтобы не остается Сил, там, еще что-то Просто хочется лечь И вот, ну, вообще ничего не делать Раз вы так переживаете За мою жизнь в этом плане Могу сказать, что у меня все Изумительно замечательно Я безумно счастливый человек В этом плане Потому что Мне повезло встретить партнера С которым у нас это одинаково Я вам так могу сказать Раз вас это волнует У меня это было Мое решение Серьезное мое решение Которому я сама пришла И поняла, что я готова У меня это не было такого Типа То, что я сомневаюсь А надо ли мне это А правильно ли это Ну, типа, я за это так не держалась Как вот некоторые Ой Пока замуж не выйду Нет, замуж можно и в 30, и в 40 лет выйти Я когда поняла, что я готова К серьезным отношениям У меня есть отношения И вообще все круто Все классно Я вообще себя считаю Очень взрослым человеком Я считаю, что я повзрослела В голове очень рано И в силу того, что в принципе Я не считаю свою жизнь Самой идеальной, самой легкой Поскольку у меня родители развелись И хотя, как я рассказывала много раз Я от этого не страдаю Но я знаю, что в голове моей Все равно какие-то такие моменты отложились И опять же таки Я всегда общалась с людьми старше меня И вообще я считаю себя умной Разумной, мудрой девочкой Можете со мной не соглашаться Но я знаю просто это Я просто это знаю И хоть мы не так часто с вами Возможно поднимаем Какие-то очень серьезные темы Но я абсолютно не беспокоюсь Насчет своего какого-то развития Или насчет того Там умная я Не умная Развитая по своим годам Или нет Я знаю, что я очень умная Смышленная Находчивая Мудрая И я знаю, что те решения Которые я принимаю в своей жизни Иногда очень сложные решения Которые я принимаю в своей жизни Они правильными оказываются У меня садится камера В общем, я просто хочу сказать Что спасибо большое За то, что смотрели это видео Обязательно оставляйте комментарии И я, возможно, буду снимать Завтра тоже влог Еще пока не решила Но если вам зайдет И вы напишите Снимай, снимай То я буду И вообще Я просто Всех люблю, целую, обнимаю Обязательно ставьте лайки Оставляйте комменты Все, читаю Просто камера разрядилась Но надеюсь, что вам все понравилось